аре кришна дорогие предные так мы продолжаем служить молитвам шишек шаштыки читаем двадцатую главу анти алилы с 38 стиха сегодня седьмой стих шишек шаштыки удивительные комментарии дает и очень обширные а чаря его божественной милости шилы бхакти вина до такого 21 странице я посчитал и в конце одну страницу из комментариев его божественной милости шилы бхакти станца расхватит акура но сначала мы прочитаем шичайтанья чаритамриту 38 стиха до 46 the есть Продолжение следует... Чувство разлуки с Кришной вызвало в его сердце различные эмоции, отчаяние, скорбь и смирение. И тогда Шичайтанья Магапрабху заговорил как безумец. То есть дальше Господь Шичайтанья Магапрабху после шестого стиха произносит седьмой стих Шишикшаштыки, седьмая шлока. И стих звучит так. О мой Господь Говинда, в разлуке с Тобой одно мгновение тянется для меня, как вечность. Слезы потоками текут из моих глаз, и весь мир кажется мне пустым. Для меня, охваченного смятением, день никогда не кончается, ибо каждое мгновение тянется целое тысячелетие. Мои глаза, из которых лются нескончаемые потоки слез, похожи на тучи в сезон дождей. Все три мира кажутся мне пустыми из-за разлуки с Говиндой. Я чувствую, будто сгораю заживо на медленном огне. Господь Кришна проявляет равнодушие ко мне, чтобы испытать меня и мои подруги. Мне говорят, не обращай на него внимания. Пока Шримати Ратарани думала об этом в ней, благодаря чистоте ее сердца проявились признаки естественной любви к Кришне. Экстатические эмоции, такие как зависть, страстное желание, смирение, рвение и мольбы проявились одновременно. Это настроение привело в смятение сердца Шримати Ратарани, и она, обращаясь к своим подругам Гопи, произнесла стих, описывающий ее возвышенную любовь. Пребывая в том же экстатистском состоянии, Шичайтанья Маапрабхуп разнес этот стих и тут же почувствовал себя на месте Шримати Ратарани. Итак, мы читаем комментарии Ему Божественной Милости Шилы Бхакти Винодхакура на седьмой стих Шишикшаштаки Шри Санмодана Бхаша. Комментарии обширные, неоднократно будем читать, вот резками. И потрясающие, глубокие очень. Рати описывалось в предыдущей шлоке, Бхакти, украшенная Рати, принимает форму стай Бхавы, то есть одного из пяти видов трансцендентных взаимоотношений Саши Кришной, который начинает преобладать в сердце. Смешиваясь с четырьмя другими Бхавами, Випхавой, Анубхавой, Сатвика Бхавой и Вяпичари Бхавой, стай Бхава позволяет испытать Бхакти Расу, исполненную духовного блаженства. В этом состоянии Анубхава и Сатвика Бхава Бхакти проявляются со всей полнотой. Бхакти Расамрита Синту 1.4.1 Шиларуба Госпами дает определение премы. И звучит этот стих. Бхава Бхакти, от которой сердце тает еще больше, чем на начальном этапе, и становится совершенно мягким, который вызывает огромное ликование трансцендентного блаженства и глубокое чувство обладания Маматы по отношению к Шри Кришне называется премой. Согласно философскому выводу этого стиха, Бхава Бхакти, достигшая зрелости, благодаря сильному чувству Маматы по отношению к Шри Кришне, называется премой. Итак, предыдущий стих, шестой стих, это был стих уровня Бхавы, а вот седьмые и восьмые стихи, они описывают уровни премы. Бхакти Расамрита Синту сказано, что Шри Кришна является вишай, объектом премы для преданных, а они в свою очередь являются ашай, местилищем премы для Кришны. Любовные взаимоотношения Кришны и преданных бывают пяти видов – Шанта, Дася, Сакья, Вацаля и Матуря. Эти пять главных видов взаимоотношений называются мукья-рати. В каждом из них существует определенное преобладающее чувство, известное как стай-бава. В Шанте преобладающим чувством является спокойствие. Шанти-рати, Дася-рати – любовь в служении, Прити-рати. Сакья – дружеская любовь, Сакья-рати. В Ацале – родительская любовь, Вацаля-рати. И в Матуре – супружская любовь, Прита-рати. Когда к одному из пяти видов мукья-рати добавляется настроение вибавы, ану-бавы, сатвика-бавы и вя-печари-бавы, любовь превращается в состояние блаженства, известное как мукья-бхакти-раза, что описано в Бхакти-расамрита. Синту 2.5.115. И приводится этот стих. Мукья-раса бывает пяти видов. Первое – шанта, спокойствие. Второе – прита, Дася – служение. Третье – преян, Сакья – дружба. Четвертое – Вацаля – родительская любовь. Пятое – Матуре – супружская любовь. Каждая из них, соответственно, превосходит предыдущую. Преданный, который обрел прему к Кришне, всегда испытывает основное главенствующее чувство, которое называется стай-бава. Постоянное чувство. Но иногда стай-бава предного отступает, поддерживая второстепенные эмоции, известные как гауна-рати. Гауна-рати бывает семи видов. И в сочетании с вибавой, анубавой, сатфикабавой и вяпичарибавой, приносит чувство блаженства, известное как гауна-раса. Это описывается в Бхакти-расамита-синту 2.5.116. И приводится стих. Гауна-раса бывает семи видов. Первое – гася, смех. Второе – адбута, изумление. Третье – вира, героизм. Четвертое – коруна, сострадание. Пятое – раудра, гнев. И шестой – бхайанака, страх. Седьмое – випатца, отвращение. Из пяти видов муки-расы, самой возвышенной является матуде-раса. Прити, любовь к Кришне в муке-расах постепенно усиливается и принимает следующие формы. Према, праная, ман, снеха, рага, анурага и махабхава. Дальше Ачарья-дева начинает описывать развитие прити от рати до махабхавы. Каждый уровень описывается. Итак, рати. Ступени прити описываются в прити-сандарбе Анучеда 84. Прити-сандарбе написал Шиладжива Госфами. Первая из них называется рати и определяется следующим образом. Прити, в которой преобладает только чувство восторга, у ласа называется рати. Поскольку такая прити вызвана рати, она сосредоточена исключительно на Шри-бхагаване. Все, что не связано с Господом, считается бесполезным. Прити, которая останавливается на уровне рати, свидетельствует о шанта-расе. Если что-то придет, что нужно сказать, мы скажем, но мы читаем в основном оригинал поочередно. Прити, возрастающий до уровня премы, описывается следующим образом. Когда прити усиливается благодаря глубокому чувству маматы во взаимоотношениях с Сашей Кришной, это называется према. Прити на уровне премы становится настолько глубокой, что не теряет ни присущего ей восторга, ни характерных черт, даже несмотря на многочисленные препятствия. Прити, развивающиеся до уровня премы, свидетельствуют о дасе-расе. Характерные черты премы в дасе-расе описаны в Бхакти Расаммита Синту 3.2.169. Супадра была младшей сестрой Кришны и видела в нем своего покровителя. Такое отношение вызвано Гаурава Прити разновидностью дасе-расы. Она знала, что ее сын Апиманю никогда бы не погиб без воли Кришны, на то, однако это нисколько не поколебало ее прему к нему. Таков признак премы. То есть вот эти стихи – это доказательство этого уровня, которое, как пример, приводит Ачаря Шила Бхакти Винода Тхакур. Праная. За премой следует праная. Когда према проникнута необыкновенным чувством близости, Вишамба называется, она называется праная. Праная полностью исключает благоговенный страх и почтение к возлюбленному, даже когда такие чувства вполне уместны. Яркий пример тому дается в Бхакти Расаммита Синту 3.3.109. И приводится стих «Пример». Даже когда Трипурари, Господь Шива, в сопровождении других полубогов приблизился к Ши Кришне и стал возносить ему молитвы, прославляя его верховное могущество и великолепие, его друг-пастушок Арджуна с любовью положил левую руку Кришне на плечо и стал смахивать пыль с павлиньего пера, украшавшего его голову. Шива Джива Госвами в своем комментарии упоминает, что подобные игры происходят после убийства какого-нибудь демона. Шива Вишванат Чакраварти Такур говорит, что эта лила произошла во Врадже, а упомянутый пастушок Арджуна – это Приянарма Сакха. Праная – это сама жизнь в Сакхе Расы. Она основывается на глубокой вере, лишенное благоговения, известное как Вишамба. Вишамба означает чувство равенства с возлюбленным и позволяет преданному считать свой ум, разум, жизнь, тело и имущество едиными с умом, разумом, жизнью и телом, имуществом своего возлюбленного. Другими словами, от великой любви он чувствует себя со своим возлюбленным, как с самим собой, и это чувство взаимно. Здесь очень важно, что это чувство взаимно. И все, что есть у такой личности, которая обладает пранай, это принадлежит возлюбленного. Это понять возможно только на этом уровне. Поэтому мы читаем поочередно, служа божественным комментариям Ачаря Дева. Следующий уровень премы – это манд. Это все уровни премы. Ман, мана, описывается следующим образом. Когда преданный считает, что он очень дорог Господу, его праная аж переломляется в удивительное и необычное состояние, известное как ман. В таких случаях даже сам Шибагаван, при исполненной любви, чувствует страх перед праная-копой своей возлюбленной. Термин праная-копа означает любовный гнев. Когда возлюбленная Кришна проявляет ман, он должен утешить ее и таким образом насладиться ее любовным гневом, вызванным ссорой с ним. Слова «приятва», «ашища», «апимана» буквально означают сознание. Я очень дорог Кришне. Это чувство заставляет героиню думать следующим образом. Моя любовь к нему безгранично велика. Он находится во власти моей премы. Здесь употребляется слово «каутилья абхаса», потому что праная под влиянием такого апимана переходит в безумительное состояние бхава-вайчитри, известное также как ман. Признаки мана описывается в Уджвала-ни-ламане 1574. Это пик, кульминация духовных чувств и объяснений, то, что сейчас описывается здесь Ачаря-дева. И поэтому это может открыться только тогда, когда мы нуждаемся и мы достигли такого уровня. «Несмотря на то, что возлюбленные находятся вместе, испытывая друг к другу глубокую привязанность, хотят обнять друг друга, смотреть друг на друга и обмениваться словами любви, чувство, которое препятствует им это сделать, называется ман. Когда любовь недостаточно сильна, когда возлюбленные вдали друг от друга или не испытывают желания обнять друг друга, в этом нет ничего удивительного. Но маном называется состояние, когда все три условия соблюдены, а обоюдно желанных взаимоотношений не возникает. Это и есть вышеупомянутая бхава-вайчитри. Несмотря на внешнее отвержение, привязанность в сердце не уменьшается благодаря присутствию пранайи». Другой уровень премы – снеха. Снеха описывается следующим образом. Према, которая до крайней степени растапливает сердце, называется снеха. С появлением снехи даже малейшее соприкосновение с возлюбленным вызывает потоки слез. Преданный никогда не присыщается, глядя на своего возлюбленного и беспокоится о том, чтобы Кришне ничто не приносило боль. Хотя Кришна совершенен во всем. Эти два признака особенно присущи в Ацаль-расе. Особенность снехи в Ацаль-расе показана в Бхакти-Расамрита Синту 3.4.58. И приводится пример. Под предлогом солнечного затмения Шри Яшода отправилась на Курукшетру, страстно желая увидеть своего сына. Тут ее увидела женщина-отшельница, знавшая Яшоду раньше, и сказала, «О, Враджешвари! Сверкающий нектарный поток молока, текущий с горы твоей груди, это река Джагнави. Потоки слез из твоих лотосных глаз, темные от Каджала, это река Калинди. Две реки встретились в параяге на твоей груди, однако странно, что даже омывшись вместе слияния этих двух рек, ты откровенно жаждаешь только видеть лицо своего сына». Комментируя этот стих, Шила Вишванат Чакраварти Дхакур объясняет, что люди обычно отправляются в параяг, чтобы совершить омывение в святом месте и обрести дашин Бхагавана. Однако Яшода, несмотря на совершенное омывение, не желала такого дашина. Она жаждала лишь увидеть лицо своего сына Шри Кришны. Потоки слез, молоко, текущее из груди, и неумолимое желание увидеть своего сына – это признаки Снеги Бацаля Раси. Дальше идет уровень премы Рага, называется. Рага. Рага описывается следующим образом. Снега, сопровождающийся сильнейшим желанием, называется Рага. С появлением Раги нестерпимо даже мгновение разлуки с возлюбленным. При встрече величайшая боль воспринимается как счастье, а во время разлуки, наоборот, величайшее счастье причиняет невыносимую боль. Пример боли, воспринимаемой под влиянием Раги, как счастье, можно найти в Уджвала Ниламане 14.127. И приводится пример. Этот стих. Радхика, находясь на вершине Гувартана, не замечает боли, потому что тонет в океане блаженство, наблюдая, как Ши Кришна вместе со своими друзьями-пастушками неподалеку радостно пасет коров. Она стоит, не шелохнувшись, потому что испытывает такое блаженство, глядя на Кришну, что ей кажется, будто ее лотосные стопы покоятся на мягком ложе из лепестков лотоса. Какой красивый стих. То есть, на острых камнях стоит Ши Мати Радхарани, но ей кажется, будто она стоит на ложе из лепестков лотоса, потому что она испытывает такое блаженство. В этом примере боль от раскаленных острых камней Радхика воспринимает как счастье, потому что при этом она может видеть Кришну. Это признак Раги. Дальше Ачарядева объясняет Анурагу, другое состояние премы. Анурага определяется следующим образом. Рага, под влиянием которой объект любви каждое мгновение воспринимается по-новому и которая сама принимает все новые и новые формы выражения, называется Анурага. Она имеет четыре признака. Первое Парас Пара Ваши Пави Тишая – огромное настроение чувства, когда возлюбленные полностью находятся во власти друг друга. Второе Прэма Вай Чиття – страх разлуки с возлюбленным даже в его присутствии. Третье Апраними Апи Джан Малаласа – желание родиться неодушевленным предметом, имеющим отношение к Ши Кришне. Четвертое – Випраламбе Виспурти – видение Кришны в разлуке с Ним, как если бы Он непосредственно находился перед своей возлюбленной. Такого рода видение называется Виспурти. Два примера из Уджвала Ниламани 14.147.148 показывают, как под влиянием Анураги возлюбленный всякий раз воспринимается по-новому. Первый стих приводится из Данакели Каумуди. И сейчас идут эти два стиха. Издали увидевши Кришну на Данакхате, Шри Радха сказала в ринде, «О Саки, я видела Кришну много раз, но сегодня Он сладостен, как никогда прежде. Глаза мои не могут насладиться и искра великолепия, которым сияет каждая часть его тела». Однажды Шри Радха, говоря о Кришне, почувствовала в сердце могучую волну Анураги и сказала Лалите, «О девушка с тонким станом, Кришодари, Лалита, что это за юноша по имени Кришна? Как только эти два слога касаются моего слуха, я теряю всякое самообладание». Лалита ответила, «О дева, ослепленная любовью, Раганадхе, о чем ты говоришь? Ты всегда играешь у него на груди. О Саки, не смейся надо мной, разве это возможно? Радха, то, о чем я говорю, не ложь, не насмешка и не пустая мечта. «О ослепленная любовью, Могите, только мгновение назад я передала тебя ему в руки». Лалита, ты несомненно права, но мне кажется, что я никогда в жизни не видела его. Или наша встреча была краткой, словно вспышка молнии. Примеры каждого из четырех признаков Анураги приводятся в Уджбала Ниламане». Обычный человек, читая вот эти состояния, может подумать, что здесь сумасшествие. Потому что на самом деле здесь сумасшествие от любви, от чистой любви. И такие углубленные, тонкие, глубокие, абсолютно нематериальные чувства, что ничего понять невозможно и ощущать, если человек не находится на таком уровне, где может он это прочувствовать. «Лалита, ты несомненно права, но мне кажется, что я никогда в жизни не видела его. Или наша встреча была краткой, словно вспышка молнии». Примеры каждого из четырех признаков Анураги приводятся в Уджбала Ниламане. То есть Анураги имеет четыре признака. Но мы, скорее всего, эти четыре признака Анураги прочитаем в следующий раз, дорогие преданные. На этом мы остановимся сегодня. Вся слава Шиле Прабхападе, вся слава Шиле Бхактиби Нода Такуру, вся слава Шиле Бхакстан Сарасфати Такуру. Вся слава всем преданным, которые носят на голове Шишикшаштаку и в своем сердце и стараются служить этим невероятно глубоким стихам Господа Шичайтани Маапрабу и комментариям Ачарьев, которые из любви и сострадания дают вот эти объяснения для тех, которые уже могут иметь потребность глубоко постигать эти уровни. Спасибо вам большое!